Большинство крупных хозяйств сейчас завершают все. Вход весенней страды сегодня обсудили на совещании в Доме правительства. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Для аграриев сейчас установилась благоприятная погода. Посевные работы в регионе должны быть завершены в сжатые сроки. После гибели озимых культур пострадавшие хозяйства получат страховые выплаты. Объем господдержки сельхозпредприятий республики в этом году превышает 2,5 миллиарда рублей. С начала года перечислено аграрием 496 миллионов рублей, в том числе в мае 85,7 миллионов рублей. Планируется к перечислению также в мае еще 110 миллионов рублей, в том числе на поддержку элитного семеноводства. Михаил Игнатьев отметил, что все больше аграриев начинают осваивать культуры, которые пользуются спросом и за пределами страны. Зарубежный рынок открыт для сельхозпредприятий, специализирующихся на луке-севке. Заказы на эту продукцию увеличиваются. От всех площадей в России мы занимаем 70% и 30% рынка севка занимает уже Чувашская республика. Это практически биржевые товары. И прибыль можно зарабатывать, и производительность труда. Горин зарабатывает, можно увеличивать. Севкотворопроизводители просчитывают свои расходы, соблюдая все эти акротехнические сроки. Это важно очень. А касаясь заготовки гурмов, в этом году они тоже раньше, скорее всего, наступят. Сельское хозяйство привлекает и инвесторов. Земли Парецкого района сейчас обрабатывает крупная китайская корпорация. В перспективе предприниматели намерены возвести животноводческий комплекс. Создаются рабочие места. 10 миллиардов по тем договоренностям они готовы вложить, как инвесторы. Значит, земли сельского назначения по федеральному закону, по оригинальному закону мы предоставляем только в аренду. Они даже собственность не имеют право по закону оформить. И земли в Парецком районе, это где гарды и так далее, это самые бедные земли. Это практически супещаные земли. Это подсобные хозяйства, тракторного завода. И то, что там сегодня земли начинают в силу брод, соответственно, включаться, и сельхозяйственные продукции вырушаются. Я считаю, никому от этого плохо не будет. На повестке дня и подготовка к купальному сезону. В этом году к лету будет обустроено более 40 прудов и 13 пляжей. Сроки установили мы до 25 мая выдать информацию, чтобы по следующему уже организовать работу по обследованию этих мест купания. Сейчас, как мы поставили главную задачу перед нами, органами исполнительной власти, организовать максимальный охват по обучению детей, чтобы плавать. С использованием всех наших фоков, с использованием всех бассейнов, а дальше уже пришкольные лагеря полностью уделить этому вниманию. Глава региона отметил, что все так называемые дикие пляжи, где происходит большинство несчастных случаев, необходимо взять на учет. Одно из самых небезопасных мест для купающихся – подходной канал ГЭС. С 10 мая организовано дежурство. Определены 13 потенциально опасных участков на берегу реки Волга. Там везде развешены аншлаги. Вы сами под личным контролем все сделаете, чтобы наутипоксарцы и горожане почувствовали внимание органов власти, и, соответственно, что намного лучше места подготовлены по сравнению с прошлыми годами. Сделайте отдельный реестр, аналитика у вас, она есть, соответственно, и включите все эти объекты, все эти места на особый учет. Особое внимание, понятно, там должно быть, но и ответственные люди, которые должны за этим следить, были закреплены. Обеспечивать безопасность купающихся будут не только спасатели. Сотрудникам МЧС помогут добровольцы. Подготовку сейчас проходят более 300 волонтеров. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков. Республика.